Игры, общение с друзьями, подготовка домашних заданий. У современного школьника все эти занятия связаны с интернетом. Зачастую ребята проводят за гаджетом или компьютером практически все свое свободное время. Каждый день, постоянно. Сколько раз за день заходите? Много раз. Много раз. А для каких целей? Общение с друзьями в основном. Контрольные. Чтобы объяснить подросткам основы безопасности в сети, сразу для нескольких классов 6, 7 и 44 школ города прошел открытый урок медиабезопасности. Наверняка многие из вас сидят в социальных сетях. Это Контакт, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, у многих есть Инстаграм. Думайте о том, что вы пишете в социальных сетях. Думайте о том, где вы пишете и про кого вы пишете. Потому что применительно к социальным сетям пословица «что написано пером, то не вырубишь топором». Убрать информацию из социальных сетей очень-очень-очень и очень сложно. Даже если вы удалили пост, где-то осталось 23 постов его, и вы уже его не удалите. Ученикам сначала рассказали о простых правилах поведения в интернет, а потом дали несколько практических советов. Напомним, что поручение вести в школах уроки медиабезопасности на постоянной основе после трагедии с подростком в МИАСе дал губернатор области Борис Дубровский. Вопрос крайне актуальный. Развитие и пропаганда даже терроризма, которая ведется на территории страны. Мы вот сейчас видим, что охотники за душами наших детей, например, и даже Варвары Карауловой, которая вернулась, вроде бы которая осознала, а все равно продолжала вербовать детей. И вот эти вызовы времени, которые время нам предоставляет, и способствуют тому, что мы проводим эти уроки и актуализируем, поскольку без медиапространства наши дети так же, как и мы, прожить не могут. Но информация, получаемая в этом пространстве, может быть не только познавающей, развивающей, но она может еще и причинять вред, вот именно вред и здоровью, и развитию детей. И чтобы научить детей критически воспринимать информацию, мы и проводим эти уроки. Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, был принят Госдумой в 2010 году. С тех пор в образовательных организациях города отслеживают выходы детей в сеть и отсекают вредный контент. Но как научить ребенка делать самостоятельно правильный отбор ресурсов, вопрос еще не решен.